МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юбилейный август. Парк Узернова, 75. Школа без слез. Как помочь ребенку привыкнуть к школьным будням? Белый, синий, красный. 22 августа Россия отмечает День государственного флага. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 сентября всех учеников младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Федеральное финансирование на эти цели получат школы во всех регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На едином портале государственных и муниципальных услуг родители могут обратиться по вопросам организации питания в образовательных организациях в режиме обратной связи. Президент поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Вы знаете, оно вводилось поэтапно, чтобы у учеников первых, четвертых классов была возможность пообедать, либо позавтракать в учебном заведении. Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной, в конце концов. С 1 сентября текущего года российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели. Первые дни в школе – волнительный этап для детей и родителей. Первоклассники знакомятся с новым для них миром. Средняя школа привыкает к дополнительным учебным требованиям и борется с переходным возрастом. А 9 и 11 классам предстоит сдать экзамены. Как мягко подготовить ребенка к школьным будням и помочь справиться со стрессом, выяснили у психолога Кристины Самохиной. На носу школьная пора. Впереди много новой информации, самостоятельные контрольные работы, домашние задания. Ученики постарше научились плавно включаться в школьный рабочий ритм. Чего не скажешь про первоклассников. Они переживают сложный этап перехода от игровой деятельности к обучению. Новые люди, новая обстановка, новые обязанности. Перенести такие изменения без стресса под силу не каждому. Могут быть истерики, могут быть капризы. Родители не всегда к этому готовы. То есть ребенок может срываться, у него может ухудшиться сон, где-то может быть недержание даже. Потому что у ребенка большая ответственность, которую он на сегодня, возможно, не может взять на себя. Родители делегируют ему эту ответственность. То есть сначала важно быть рядом с ним, потом потихонечку передавать. И еще важно самому родителю быть к этому готовы. Потому что сейчас на первое место выступает авторитет учителя уже, а не родителя. То есть не каждый родитель готов эту ответственность передать. Важное правило для родителей – поддерживать чада, но не пытаться без просьбы все выполнить за него. В таком случае ребенок не получит опыт преодоления трудностей. Большую роль играет также правильный режим дня. Вместе составьте расписание и контролируйте его соблюдение. Так ребенок научится планировать свое время, ставить цели и задачи. Удобно, чтобы ребенок три часа после школы отдохнул. Это очень важно. Возможно, ему захочется поспать. Можно выделить полтора часа на сон. На какие-то подвижные игры прислушаться к своему ребенку. Может быть, ему просто хочется ничего не поделать. То есть полежать, отдохнуть, посмотреть в потолок. То есть прислушаться, что ему важно в данный момент. По поводу кружков тоже. Здесь важна дозировка не более двух-трех кружков. И желательно через полгода после начала обучения. Для того, чтобы у ребенка был вот этот запас, к которому он может адаптироваться. При выполнении домашних заданий специалисты советуют каждые 20 минут делать небольшой перерыв. И ранжировать школьные предметы от сложного к простому, чтобы внимание не рассеивалось. Психолог рекомендует обратить внимание ребенка на процесс обучения, а не конечный результат в виде оценки. Ребенок чувствует, когда в нем заинтересован. То есть не спрашивать у него с порога, какая у тебя сегодня оценка. Что ты сегодня делал, какие эмоции испытал, что для тебя было важно в этом дне. Важно ребенку передать, что это оценка текущей его деятельности. И всегда эту оценку можно исправить. Закрыть ее, подготовиться лучше. Уважайте своего ребенка, его мнения, желания и чувства. Не завышайте свои требования и не сравнивайте чата с другими. Тогда учебный процесс будет приятной ступенью на пути к взрослению маленького человека. Дворец детского творчества Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижний Новгород обошел Рим, Париж и Лондон по качеству жизни. Город находится на 42-м месте среди европейских городов. Оценку качества проводили на основе нескольких показателей. Среди них безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен недвижимости к доходу, уровень загрязнения и индекс времени в пути в пробках. Нижний Новгород занял 42-е место среди европейских городов, обогнав при этом все города России, которые попали в список. Москва расположена на 57-м месте, а Санкт-Петербург на 64-м. Прожиточный минимум увеличат Нижегородской области на 6%. Таким образом, показатель на душу населения в регионе в 2024 году составит 14 339 рублей. Для трудоспособного населения 15 630, для пенсионеров 12 332, для детей 13 909 рублей. Парк у имени Зернова исполняется 75 лет. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он 25 августа с концерта на танцевальной площадке в 18 часов. А в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. Об истории парка расскажем в следующем репортаже. Лесное царство Сарова. Парк культуры и отдыха торжественно открыли 28 июня 1948 года. В первое десятилетие работы парка здесь появился летний кинотеатр на 524 места. Кафе и лодочная станция, расположенная на берегу реки Сатис. На поляне под Ивой стоял небольшой домик. В нем сидел кассир и продавал билеты. Оплата за катание на лодках была почасовая. На зиму лодки ставили вэлинг. О животном и растительном мире парка Нижегородского края и соседней республики Мордовия повествует экологическая тропа. По этой тропе можно отправиться в настоящее интерактивное путешествие. Поскольку помимо информации на стендах разместили еще и разные задания. Это одна из наибольших фишек. Мы считаем вот этот природный ландшафт, который максимально сохраняется, практически не изменяется. Несмотря на то, что у нас прошла масштабная реконструкция. Но, по-моему, получилось сохранить его практически неизменно. Можно сказать, что если не знать, что реконструкция на самом деле была, можно сказать, что изменений-то и не было. Да, мы только получили новое общественное пространство. Первой достопримечательностью парка, появившейся здесь с момента открытия, была танцевальная площадка. Эхом по парку разлеталась живая музыка, которая едва ли хоть кого-то из гостей парка могла оставить равнодушным. Творческие локации, игровые площадки, крутые мастер-классы. Парк Зернова живет яркой, насыщенной жизнью. Перед творческим коллективом лесного царства всегда стоит непростая задача – удивить горожан, заинтересовать их, для того, чтобы они возвращались сюда снова и снова. Взять, допустим, масленицу. Масленица – это традиция. Но как ее сделать необычной, вот в этом всегда у нас вопрос. Мы играем, если горожане замечают и локационными пространствами, да, меняются территориально какие-то, допустим, точки переезжают. Благодаря тому, что у нас сейчас есть несколько площадок, да, которые мы можем использовать после реконструкции, нам стало делать это гораздо проще, да, сценическая площадка у нас всегда практически переезжает. В этом году парк имени Зернова отмечает свое 75-летие. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он 25 августа с концерта на танцевальной площадке в 18.00. А в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. 26 августа в 11 часов откроет свои двери фестиваль «Дары лета». Его организуют ветераны и пенсионеры города. С программой можно ознакомиться в группе Центра развития культуры и искусства ВКонтакте. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел». 22 августа 1991 года официальным символом Российской Федерации стал триколор. Считается, что каждый его цвет имеет свой смысл. Кто-то говорит, что полосы на флаге – это символ Троицы. Кто-то говорит о трех стихиях, а кто-то о славянских народах. Но специалисты считают, что все это – геральдическая фантазия. На самом деле история российского флага намного глубже. А начинается она со времен Петра I, которого считают законом-отцом российского триколора. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему на российский флаг поместили белый, синий и красный цвета. По одной из версий, белый означает свободу, синий – богородицу, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество, а также цвет крови, пролитый за отечество. За свою историю российский флаг также был и другой расцветки – черно-желто-белым. Указ о новых гербовых цветах Российской империи подписал Александр II. Для флага заимствовали цветовое решение немецкой геральдики, а именно герба палеологов. Такое знамя, хоть и просуществовал как государственный флаг, но не прижилось. Поэтому свой официальный статус – бело-синий-красный триколор – приобрел в 1896 году, накануне коронации Николая II. В апреле 1918 года советское правительство решило упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. Более 70 лет государственным флагом был красный стяг. Но 22 августа 1991 года историческое знамя снова заняло свое почетное место на официальных и торжественных событиях Российской Федерации. В этот день над Белым домом в Москве впервые подняли трехцветный российский флаг, который заменил красное знамя серпом и молотом. День государственного флага Российской Федерации установили в 1994 году указом президента. В городской библиотеке имени Маяковского сотрудники подготовили для граждан тематическую выставку, на которой представлены книги о символах России, гербе, гимне и флаге. Также читатели могут принять участие в фотоакции, сфотографировавшись с российским триколором. В том числе тех, кто участвует в нашей акции, фотоакции, мы приглашаем поучаствовать в Блицопросе или в виртуальной викторине. То есть, либо мы людей сажаем за компьютер, они проходят, много чего интересного узнают, либо мы как бы Блицопрос проводим. Посетить книжную выставку можно в часы работы библиотеки. Два водителя на прошлой неделе сели за руль пьяными. Всего сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 84 административных правонарушения. Не обошлось и без аварий. Так, в ДТП 19 августа пострадал человек. Подробности далее. Водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в дерево на Большой коммунальной улице. ДТП произошло на прошлой неделе. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения. В данный момент они у нас находятся госпитализированы и находятся в травматологическом отделении КБ-50. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, регулярно проводят рейды. В результате таких проверок на прошлой неделе они задержали двух пьяных водителей. Одного из них повторно. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 200 тысяч, либо лишение свободы. Как практика показывает, это всё зависит от судей, какое они решение принимают. То есть, они некоторым дают исправ работы, некоторым дают колонии поселения. То есть, в зависимости от семейного состояния. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть вдвойне бдительными на дорогах. В последнюю неделю августа дети возвращаются из оздоровительных лагерей и деревень. За три месяца отдыха ребята забывают правила дорожного движения и нарушают их, переходя дорогу в неположенных местах. А также не спешиваются с велосипедов и самокатах на пешеходных переходах. Сейчас, в данный момент, у нас идёт операция «Лето – это жизнь». Это проводится у нас с детьми. То есть, сотрудники пропаганды выходят на улицы города и проводят данную акцию с сотрудниками дорожной патрульной службы. То есть, детям доводится информация, как они должны себя вести на проезжей части, как правило, как правильно пользоваться велосипедом при переходе, проезжей части по пешеходному переходу. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!